Ассаляму алейкум, доктор Закернайк. Меня зовут Аднан Джахангир. Я студент-медик, и я атеист. И эта лекция убедила меня в том, что ассаляму алейкум одно из лучших приветствий. И мой вопрос, ты атеист или мусульманин? Нет, я атеист, бывший мусульманин. А, ты бывший мусульманин? А сейчас атеист. Хорошо, брат, говори. Хорошо. У меня есть два вопроса. Первый. Какова позиция ислама по отношению к эволюции? И второй. Какова позиция ислама по отношению к вероотступникам? Первый. Как относится ислам к эволюции? Я студент-медик, и мои профессора показывают мне черепа, говоря о том, как эволюционировали люди на протяжении миллионов лет. От Homo habilis до Homo erectus и доходя до нас Homo sapiens. И когда они показывают доказательства того, как происходила эволюция на протяжении веков, как вы можете опровергнуть это? Когда это уже факт? Когда на самом деле это уже не гипотеза? Это больше не гипотеза, это факт. Можете ли вы опровергнуть это, если позволите? Ассаляму алейкум, братья и сестры. Это переводчик. Так как я перевел около 20 или 30 серий, касающихся темы эволюции, я дам краткий ответ на его вопрос. Он сказал, что ему показали разные черепа. И что его профессора сказали ему, что эти черепа принадлежат к промежуточным существам. И что именно в таком порядке происходила эволюция. Изначально они предположили, что эти черепа принадлежат к промежуточным существам. Затем они предположили, что эти существа эволюционировали. Но все это является лишь домыслами и спекуляциями. Но в действительности это черепа либо людей, либо обезьян, и не более. И если вы хотите более подробную информацию, посмотрите 55 серию программы «Путешествие истины». В ней подробно раскрывается тема останков и тема эволюции. Джохан Гир задал вопрос, какова позиция ислама по отношению к теории эволюции? «Брат, если я отвечу тебе, ты вернешься в ислам?» «Да, если это будет достаточно убедительный ответ». «Если я дам убедительный ответ, ты вернешься в лон ислама. Иншалла». Джохан Гир задал вопрос. Он сказал, что он был мусульманином, а сейчас он атеист. И он спросил, как ислам относится к теории эволюции. Для полной этой темы вы можете обратиться к моему докладу «Коран и современная наука», который охватывает вопросы о теории эволюции. Что касается вопроса о теории эволюции, пока нет книги, которую я читал, которая говорила бы о факте эволюции. Теория эволюции означает теория. И когда мы говорим о теории эволюции, мы начинаем думать о Чарльзе Дарвине. Он написал книгу под названием «Происхождение видов». И в этой книге он говорит, что он сел на корабль под именем HMS Beagle, и он отправился на остров по имени Колотропа. И там он увидел птиц, клюющих в щелях деревьев. И в зависимости от размера отверстия, клюв становился длинным и коротким. И основываясь на этом наблюдении, он выдвинул свою теорию эволюции в теорию о естественном отборе. И Чарльз Дарвин написал письмо своему другу Томасу Томсону в 19 веке. И он сказал, «Я беспокоен тем, что у меня нет доказательств, что моя теория эволюции верна, потому что есть недостающие звенья. Но так как это помогает мне узнать происхождение рудиментных органов и помогает мне классифицировать, поэтому я выдвинул эту теорию». И знаете, по этой причине, когда мы были в школе, если мы дразнили нашего друга, мы называли его «недостающее звено». И мы говорили, если бы ты был в клетке, то теория Дарвина была бы уже доказана, указывая на то, что он обезьяна. Это было в шутку. Так как нет никаких доказательств теории Дарвина, но это теория, а не факт. Сейчас в большинстве школ преподают теорию Дарвина, как будто это факт, потому что у них нет альтернативы. По этой причине. Но нет ученых, которые могут сказать наверняка, что это факт. Да, есть определенное количество ученых, которые поддерживают теорию Дарвина. Но что касается нынешнего времени, большинство современных ученых не согласны с теорией Дарвина. Ты говорил о четырех видах гуманоидов. Сначала был снежный человек, затем был неандерталец, затем был кроманьонец. Между всеми этими видами, между ними нет никакой связи. По словам Пипи Гарсия, который держал кафедру эволюционных исследований в Сорбонском университете, он сказал, «Это позволяет воображению разгуляться, когда ты предполагаешь, основываясь на нескольких останках или скелетах, что мы были созданы из обезьян». Между этими четырьмя видами нет никакой связи. Но Дарвин выдвинул предположение. И также Дарвин выдвинул предположение, что все живое было создано из воды. В Коране также говорится в 21-й суре Амбия в 30-м аяте. Мы создали все живое из воды. Так что это верно. Так что некоторые вещи, которые сказал Дарвин, верные. Но не все, что он говорил правильно. Поэтому то, что мы произошли от обезьян, это неверно. Если бы эволюция продолжалась, то сегодня у нас должны быть промежуточные звенья между обезьянами и людьми. Но мы не находим их. Вы не найдете их ни в одном музее. Брат Джахангер, если это правда, что есть виды, которые развиваются, то сегодня мы должны найти хотя бы некоторые виды, которые находятся между людьми и обезьянами. Я хотел бы попросить аудиотехника увеличить громкость. Аудиотехник, где бы ты ни был, можешь увеличить громкость, пожалуйста. Джизек Алла. Благодарю. 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 и так далее. Механизмы развития и противодействия изначально существовали в их программе. Он не знает, о чем говорит. Если хотите подробную информацию, можете посмотреть 23 и 24 серию путешествия истины. Позволь мне сказать тебе одну вещь, брат. Я врач. Было сделано много исследований. Если это известно как факт, это должно прийти в медицинских колледжах. Это есть в колледжах. Прошу прощения, мне рассказали об эволюции в университете. Я говорю о медицинских университетах. Да, в университете ты изучаешь теорию и исследования. И также в медицинском ты изучаешь теорию и исследования. Но когда это становится фактом, это входит в учебники медицины. Я не знаю ни одного учебника по медицине в любом колледже мира, который говорит, что мы эволюционировали. Но это теория. И я знаю, было проведено много исследований. И даже теория Дарвина никогда не входила в медицинский учебник. Я знаю, то, что ты говоришь, что проводятся все новые и новые исследования. Но ни одно из них еще не доказало, что эволюция это факт. Само по себе утверждение теории эволюции означает, что это теория. Так что даже на английском языке и не нужно быть исследователем, чтобы узнать, когда вы говорите теория, это значит теория. Но когда теория становится фактом, она превращается в факт. Даже на основе того, что ты говоришь, теория эволюции, это означает, что это гипотеза. Но до сих пор это не факт. Нет, есть разница между гипотезой и теорией. Теория в науке это что-то, что имеет высший приоритет. Но то, что противостоит теории, это факт. Поэтому в теоретических терминах это теория гравитации. Но мы не говорим этого, мы просто говорим факт. И также мы говорим факт эволюции. Прошу прощения, ты сказал теория чего? Теория гравитации. Если вы говорите в теоретических терминах. Это не теория гравитации. Но это закон гравитации. Прости, к сожалению, твои познания в науке очень слабые. Это закон Бойля, а не теория Бойля. Это принципы Архимеда, а не теория Архимеда. Так что любая теория, когда она становится фактом, она превращается в закон. Мне жаль это говорить, но твои познания очень слабые, и я не хотел бы продолжать. Твои знания очень малы. Я здесь не для того, чтобы учить тебя, что 2 плюс 2 равняется 4. В сессии по вопросам и ответам вы задаете вопрос, а я отдаю ответ. Если тебе нравится, ты принимаешь его, а если тебе не нравится, то оставляешь его. Твои знания очень слабые. Если ты говоришь, что теорию можно приравнивать к факту, извини, но ты нелепый. Я медик-врач. Я знаю, что теория не имеет высший приоритет, чем факт. Мне жаль, брат Джахангир, но теория не имеет высший приоритет в науке. Только потому, что ты учился в университете, ты не можешь просто приходить и одурачивать людей здесь. Но я не хотел. Мне очень жаль, когда теория становится фактом, и когда теория становится законом, только тогда она достигает высшего приоритета. Но теория сама по себе – это теория, это гипотеза. Когда ее докажут и подтвердят, тогда она становится фактом, и тогда она становится законом. Закон Ньютона сначала стал фактом, а затем стал законом. Мне жаль это говорить. Само по себе название теория означает, что это еще не установленный факт. Когда сердце качает кровь, это теория или факт? Это факт. Я могу сказать, теория перекачивания крови. Или теория сердцебиения. Теперь это теория. Это не работает так. Если я начну учить тебя английскому языку, я чувствую, что ты зря тратишь время людей. Если ты не понимаешь простого английского, в чем разница между теорией, и говоришь, что теория является высшим приоритетом в науке, тогда мне жаль. Но ты должен вернуться и изучить науку. Продолжение следует... Продолжение следует...